Неспешные подрядчики. Сегодня премьер-министр Иван Моторин проинспектировал ход строительства трех детских садов. Председатель правительства останавливался на площадках проблемных объектов. Успеют ли их сдать до конца года и почему подрядчики срывают намеченные сроки? Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Меняются подрядчики, срываются намеченные сроки. То и дело, переписывается проект. Строительство детского сада в Кугесях началось три года назад. Но только сейчас на объекте закипели отделочные работы. Теперь здание возводит другая фирма. Компания «Парнас» исчерпала кредит доверия полностью. Сейчас она внесена в черный список. Причем новым подрядчикам приходится исправлять серьезные недоделки. В принципе, в основном внутри, поэтому, я думаю, справятся. Только степло есть. Видите, вторая месяца. Мы работаем, считайте, мы еще месяц не работаем. Сейчас сделаем такую разную машину. Иван Моторин осмотрел строительную площадку довольно бегло за 15 минут. Но даже за это время премьер-министр успел оценить. Работ еще не в проворот. Необходимо благоустроить территорию детского сада, а еще закупить мебель. Подрядчики обещают, что он откроется до конца этого года. Садик должен быть новым, достойным, красивым. И построен срок. Сделать нужно все до 20 декабря. Сделаем. Так как даже сложности будут, если вы, не дай бог, в срок не уложитесь. Финансирование в основном в этом году стоит. В следующем году у нас уже этот садик не числится. Я с удовольствием слышу от вашего уверенности в своих силах. И тем более в камеру. Затянулось причем на полгода и открытие детского сада по Эгерскому бульвару. Подрядчики обозначили новые сроки. Завершиться работы должны до конца ноября. Но власти сомневаются в этом. Должно успеть. Внутрянка примерно неделю осталась на наружку. Еще недели полторы, не больше. Сегодня, в принципе, все в ваших руках. Но в самое ближайшее время, пока не грянули холода, необходимо завершить работы по благоустройству. Работать надо активнее сейчас. Тоже завозите. Деревья, если купили, сажайте их тогда. Облагородить территорию детского сада до снега могут не успеть и на бульваре юности. Сейчас площадка захламлена строительным мусором. Иначе вы эти кучи зимой не вывезете. Спасибо не говорю вам. Вообще, как показывает практика, переделывать здания под детские сады зачастую сложнее, чем строить новые объекты. Проблемы начинаются на стадии разработки проекта. В большинстве случаев его качество хромает. Где-то лестница не заложена, где-то объемы не заложены, где-то расценки не те применены. Все эти моменты только в ходе строительства возникают. И мы стоим перед вопросом. Либо решать это сейчас, либо начинать судиться с проектной организацией. И взыскивать с них. Какая-то проектная организация идет на встречу, начинает менять. Какая-то проектная организация не идет на встречу. И мы начинаем с ней претензионную работу. Чтобы решить эту проблему и не привлекать к работам слабых проектантов и подрядчиков, их отбор ужесточают. Теперь вместо аукциона в городе проводят публичные конкурсы. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.